Привет, привет ребят, привет мои хорошие. Рад вас видеть сегодня у себя на канале, ну в принципе, как всегда, сейчас сделаю вставочку. Из вчерашнего дня мы получили автомагнитолу на андроиде, которую заказывали на авито, там произошла целая история. Мы заклубились, долго ковырялись с этим и поэтому вчерашнее видео получилось короткое, сжатое и без вот этого автомагнитолинья, но без этой истории. Сейчас, ребятки, перемещаемся во вчерашний день, смотрим вот эту информативную вставочку, не знаю, что наснимали, потому что всё было сумбурно, скомканно, непонятно, но что-то наверняка получится, чтобы вы поняли суть этого происшествия что ли. Ещё рано, всем привет. Ребят, я уже здоровался, сейчас мы едем, нам пришёл автомагнитол. Я могу ехать. Ты можешь ехать, а я буду рассказывать. Ребят, пришла автомагнитола на андроиде 10, я потом пристегнусь, господи, я заново. Пришла автомагнитола на андроиде 10, должна была, во всяком случае, прийти она. Сейчас идём получать лёгкое треволнение, то есть там может быть просто говоря кирпич, но это самая меньшая из зол. Мы тут же отказываемся, оно отправляется назад, но может быть ещё такой вариант, что магнитола в каком-то плане нерабочая. Это гораздо страшнее, то есть мы уже получили, там расписались, а что делать потом я не в курсе. Ну как минимум мы сразу идём до Санька, который сотовый делает, он её проверяет, светится, не светится, а дальше уже по схеме устанавливаем, пользуемся, радуемся. Как-то так. Погодка, ребятки, шепчет, уже похоже весна нагрянула навсегда, ну так кажется. Ребят, приехали, это как раз контора недалеко от Санька, сейчас до Санька и привезём магнитолу, чтобы он её хотя бы подключил, проверил, светится, не светится, узнаем за монитором, телефон я не взял, надо было и за телефон узнать, ладно. Вон, ребята, это яркое здание, боксбери, стирка, ковка, окна, но нам этот боксбери надо. Сварка может. Кто? Сварка может, а не стирка. А, сварка, да. Это не столь значимое. Главное, что ярко и нарядно здание выглядит и там разные надписи, это определяюще. Качалка, да. Качалка, да. Качалка, да. Как будто я что-то в этом понимала. Как будто не оторвано ничего. Уэсби есть. Да всё, всё, провода все. Ну там-то вот был подсоединён. Как всё хорошо. Всё выйдет? Да, да, да. Скажите, а если вдруг не включается, тогда как в этой ситуации? Или никак? Ну это вы с ним позвонили идти. Ну я понял. Не самые благоприятные. Неприятные вообще. Ну да, да. Во-первых, работу свою знают очень плохо. Это никак. Какая-то суета. А вы что вскрывать будете? Конечно будем. Конечно будем. Ладно. Сейчас до Санька, ребят, включаем, ну пробуем. Если всё хорошо, то всё хорошо. Во время, если не включается, говорит, ну тогда с продавцом решайте. А что решим? Скажет, меня не епит и всё. Получили мы магнитофон. Просто подключить его. Засветится, не засветится. А, машина. Да, ну мы по авито его подключили. То есть Гоже или нам его прислали. Просто хотя бы. И может есть у тебя кто-то, кто сможет подключить его? Или может ты его подключишь? Ну за денешь что? Да. Да ладно. Не, ну чё. Та чё ладно? Не, ну мы же просто как бы, какая разница. Тут может быть другого человека там. А, это типа. На андроиде. Да, типа да. На андроиде, да? Да, да. Привозили этот. Ну там GPS антенна. Вот оно питание. К нашему коробку не подходит Андрей. Почему? Не, не, такая шина у него стандартная. Мне кажется, что это, что дырка у нас будет больше чем. Ну посмотрим. Ну как-то всунем чушь. А теперь уже чушь. Ну я так понимаю, он же уже стоял подсоединенный. Да, да, да. А у тебя вот это подходит всё? Ну у меня там евро разъем какой-то стоит. То есть может он уже и стоит такой, но с разъемами просто воткнуть. Это что? USB и GPS антенна. А, это GPS. Не, ну GPS пока или USB зачем? Пока не надо, да. Это USB тогда в бардачок выведем. Как раз торчать не будет, там один раз воткнуло и забыло. Ну по идее, да подержать надо. В трубке хер. Нет, просто я 7 год подал. Там же 12. Нет, они светились. Да, да, всё. Они светились, светились, да. О, всё. Всё, ну в принципе засветился, значит всё. Нормально. Ну в принципе можешь и сам подключить. Мне проблема к габаритам подсоединить, как Санёк, чтоб кнопки вот это светились. Ну может они там уже подсоединили. Может они всегда светятся, на питание просто дали. То есть и днём подсветка идёт, но не обязательно к габаритам. И вот это GPS антенну вывести. Блин, хер его знаю. Ну в принципе. А её вот здесь теперь. Ну где-то поэтому на стекло, да, прилепить. Двухсторонний скотч надо, ну то. Лампа что-то такое. Вот это как раз. Она по идее к габаритам подсоединяется. Но они возможно так как-то подсоединили. Вот она. Они к питанию просто навсегда дали. Ну и пусть всегда светятся кнопки. Вот это получается габаритом. Ну и правильно. Проще. Зачем? Не надо. Пусть она не ярко светится. Ночью пускай. И днём светится, и ночью. Ничего страшного. А у тебя там не пробовал, да вот эти подходы? Пошли попробуем. Там же стоит магнитофон. И там же тюльпаны надо. А тюльпаны нет. А тюльпаны что? Зачем? Усилитель. А тут штекера нет на тюльпаны, да? Японский бог. А тюльпаны тут... Не, ну их же надо... Вот такую взять, если у тебя такой нет. Нет, а на усилитель же тюльпаны идут. На сабвуфер. Там же в магнитофоне тюльпаны, разъёмы. Ты понял? У тебя он там же стоит? И всё лучше. Не, а вывести как? Да оно всё стандартное. Если никто там не лазит, не переделает. Да, навряд ли. Ну да, да. Так а с тюльпанами как быть? Я не знаю, Ир. Ну сейчас будем говорить. Мы как минимум ему напишем. Что за фигня? Тут же таких колонок нет, в принципе, без усилителя. Ну сзади только там еле-еле. Не, ну может быть оно не предусмотрено, то есть может их и не было. У тебя и усилок тут стоит включенный, да? Конечно, конечно. А ну вот этот соединим. Ну да. И всё, тут всё нормально. Не, я понял, а с тюльпанами просто как, Санёх? А с тюльпанами, короче, надо покупать входа. Так он продаётся, в смысле? Не, надо входа тюльпанчики покупать. Не, в смысле, сюда же надо как-то так. А, блин. Из него провода и тюльпаны висят. Тюльпана висят. Я же говорю, продаётся, не продаётся такое. Это и выходы даже. Я даже не знаю насчёт этого. Ну я понял. Ну мы сейчас заедем, мы один спросим на черёмушки. Продаётся. Ну давай попробуем подцепим. Да, да, да. Настройки андроид. Настройки яркости, вот. А, ну на всё. А, ну. Ночью будет нормально. Ночью хорошо будет. Пойдёт, в принципе. Пойдёт. Часы. Мне просто вот это не нравится. Это что, зацарапанное или что это такое? Это плёнка тут ещё. Тут ещё плёнка не отклеена, по-моему. Тут плёнка, да. Её снять, кстати, лучше будет видно. Но опять же, надо, не надо. Ничего не поёт. Пока не надо. Вот. Ну, в принципе, колонки только задние, у нас там стандартные какие-то стоят остались от приора, а усилительные. Не, ну сейчас надо просто это самое. Я думаю, что нет смысла, ну ты говоришь, ну типа надо ему писать. В принципе, поёт, но с усилителем что-то пока не понятно. Разберёмся. Как и предполагалось, ребят, не всё, слава богу. Но я думаю, эту проблемку решим как-нибудь. Можно, я думаю, даже если славный добрый электрончик всё равно перепаяет, как-то какой-то штыкеров подберёт. Сейчас поедем до мастеров Весельчака, которые музыкой занимаются. Возможно, они нам сразу что-то подскажут или посоветуют. Просто тут получается вот куча штыкеров, а их как бы нет. Получается только по питанию колонкам, GPS, антенна, USB и всё. А камера, камера заднего вида нет. Да, камера, как вот этот регистратор не подключается, но провода нет самого. Ну, в принципе, это камеры нам не нужны, а вот к усилителю что это нам надо. Не, ну пока они нужны. Ну да. Приехали в этот автозвук, там в ларьке они продают, но сейчас посмотрим. Надеюсь, выручат. Вон он, автосигнал. Гля, там уже парикмахтерскую какую-то открыли. Развиваются. У нас с самого открытия там. Я туда часто ходил и ни разу не видел такого. Внимательность. Уровень бог. Уровень бог, да. Ну что, ребят, момент X. Мир оказался сложнее или как, крепче. Короче, нет у этого дядьки нужных проводков. Сейчас будем что-то соображать. Блин. Так, что поехали тогда домой. Сейчас ему напишу, что он скажет в первую очередь. Может он дошлёт как бы провода, да и всё. Ну это самый простой вариант был бы. Или попробовать просто найти в интернете, ну продаются ли они. Ну а потому что без усилка ставить смысла нет. Он еле походить там. Поёт, но так слабенько. Но все магнитофоны смотрел, которые новые продаются. Везде в комплекте, да, эти провода. А ты у него когда переписывался, спрашивал? Не, я спрашивал на этот, на буфер есть. Именно на буфер. Потому что на колонке, ну на усилитель там по-любому есть. На камеры есть. Он сказал, вроде бы как есть. Но говорит, я не пользовался, не подсоединял как бы к этому. К буферу, короче. Ну сейчас, ребят, напишем в первую очередь. Нет, нет, я же говорю. Ну самый плохой вариант, это отправим назад. Так, ребят, что мы порешали сразу. Сейчас попробовать в интернете найти такой провод, ну просто в продаже заказать. И в первую очередь, ну маловероятный вариант, написать хозяину этой автомагнитолу, чтобы он дослал те провода, которые не хватает. Не знаю, что из этого получится. Ну или самый плохой вариант, отсылать магнитофон назад. Посмотрим. Отсылать, отсылать вообще не хотелось бы. Ребят, ребят, списались с этим дядькой. Он сказал, что у него в комплектации, ту комплектацию, которую он заказывал, проводов нет таких. И он нам выслал все то, что у него было. В интернете, в принципе, такие провода нашли. Но попробуем найти еще в нашем городке. Ну не найдем, не найдем, тогда выпишем. А пока, наверное, все равно магнитофон поставим. Но сейчас попробуем сначала купить эти провода, если они тут есть в городе. А если нет, тогда выпишем. Но пока магнитофон поставим, просто он будет работать без усилителя. То есть бахать, бухать не будет. Просто как радио такое, где-то на фоне будет играть. Слабенько. Приехали, приехали в город, ребят. Сейчас еще в одном магазинчике. Попробуем посмотреть этот разъем. Ребят, телемастерская, там всякие провода продаются. Возможно, продаются и нужные нам. Сказали, где его брали магнитофон, там и заказываете. Ищите провода. Сейчас еще один вариант. Он подсказал, но это вариант. Демонтирует сотовый телефон, где-то так же до Санька можно было. Фух, все. Ребят, как итог? Сейчас приезжаем домой или сейчас ставим? Да можешь сейчас ставить. Тут, в принципе, 5 сек. Сейчас поставим. Ну, просто он будет играть тихо. Ну, просто антенну я потом дома уже кину. Сейчас просто айфун. Что-то подцепил. Да, вот я включу. Он болтается, не держится. Будем сейчас ехать, а буду держать. Вот поиск. Ты включишь блютуз, а поиск? Поиск? Нет, я. Я блютуз включен, да. Сейчас. Пускай в теньке как раз облаковырятся. Светится всегда, говорит, не убирается. Или надо на замок зажигания. Замок зажигания выключится, чтобы питание полностью... Ну, часы, ребята, светятся всегда. Итак, пришли к выводу. К выводу, ребят, что даже без усилителя играет. Ну, более чем нормально. Ездить можно, а потом провода выпишем, да установим, запоёт вообще на славу. А сейчас сцепляю просто GPS-антенну, вот эту... Все дела, USB-провод надо кинуть. И можно пользоваться. Придумать, как его зафиксировать, чтобы он не выпадал. Ну да, как-то зафиксировал, не выпадает, конечно. Но болтается, да. Надо что-то придумать, убрать. Вот эти кишки, они не должны валяться здесь. А вы прям всё знаете. А я типа не знаю, да? А какие-то нет. Всё. Так, ребят, надо жёстко сейчас присобачить магнитолу. Она просто в дырке лежит. И при тряске кочки может выпрыгнуть тебе на колени. Зачем? Но, чтобы её прикрутить вот так сбоку, надо снять центральную консоль. Это мы сделаем. Но у меня нет характерных болтиков для прикручивания этой магнитолки. Примерно диаметр, я помню, в голове. Если что, поеду в магазин. Сейчас попробую сделать проще. Найти из того, или выкрутить из того, что у меня есть. Кир, из чего его выкрутить, как его выкрутить. Так, то есть болтики примерно вот такие надо. Но со станка выкручивать не буду. Но что-то, что-то разобрать, наверное, придётся. Блин. Оп. Вот, видите, ребят? Ага, видите, это ни хера не болтики, это просто какие-то характерные отверстия. Блин, ну сёрну, сёрну сейчас как-то, как-то это всё закрепим, по любасу. Хотя бы на двухсторонний скотч. Вот сюда надо антенну GPS присобачивать. Есть вот, и проводов мало, антенна чисто идёт. Вот она, GPS-антенна уже тут и сидит. Оп. Оп. Вот так. Блин. Думал, дырочка как раз пластик прокрутит, но в дырочку попадёт и, соответственно, соваться не будет. Пу-у-у. Ну, сейчас, по-любасу, надо что-то будет соображать. Опять же, если я сейчас магнитофон прикручу, то вот эти крепежи и вот тут ещё, ну, саму панель прикрутить не получится. магнитофон будет закрывать весь вот этот доступ ух ребят но после долгих мытарств принципе закрепил магнитофон с помощью двухстороннего скотча здесь просто по бокам видите для утолщения закрепил то есть он не прилеплен вот эту как связующую основу не отлеплял а внизу на двухсторонний скотч прилеплен тут тоже двухсторонний скотч но не прилеплен в дальнейшем когда станет рамка мы закажем она 200 рублей стоит все будет хорошо а так в принципе чё майфун огонь по дню конечно не сильно видно отсвечивает но по сравнению с тем что было с телефона ну как подсоединился по вай фай загружаются карты ставропольского края чтоб могли найти нужную улицу нужный нам дом ну а когда когда поедем на море загрузим и краснодарский край мне уже прям нравится этот магнитофон прямо унесли что провода пишет ну рамку конечно сейчас записал размеры подобрать под нее можно самому лобзиком из фанеры гуталином черный цвет покрасить подсвет ну да чтоб все кидом стружка торча ну зато как хантмей или как ребят ребят помните мы покупали помидорки желтые красные оранжевые всякие и здесь собирались делать салат сыром и с этими помидорками сейчас покажу что из этого получилось наконец-то дошли до этого руки свершилось чудо еще не видно сейчас перемешается будет гораздо симпатичнее а сопротивлялся итак ребят день сегодняшний козы пока не кормлены ах вы гадости мелкие козлята прискакали в этот бас мамка то их там ну давай скакай давай давай и вот этого бежевого козленка ускакал дело в том дело в том ребят что у меня козы пока что еще не кормлены но так зерна только дал сейчас хочу попробовать выйти в поле и накосить пресловутого камыша как старые добрые времена я думаю он уже поднялся с колен и есть что покосить ребята тут тут я думаю есть что подкосить не сильно великое множество конечно камышика но он есть думаю какое-то время обойдемся вообще без сена что не сказано радует уже тут уже кто-то косил не знаю не знаю видно не видно но пятак такой клочками ну где же трава пожирней я выкосил вон там он пятак не кошеный и опять вот тут хаотично покосил надо косить конечно все подряд эти залысины не оставлять ну вот такая куча получилось как бы коза моим хватит но вопрос в том влезет ли это все в тачку за один раз потому что на горбун нести не хочу это не сложно но опасаюсь блин ребят козы орут но них на я такое ощущение же их подло кину время это уже кормить а я мимо прошел и не зашел наверно им несколько обидно вот тебе и тачка чуть проехал уже рассыпается блин ну чё дождались голодные пол кормушки сено было ребят вообще не едят попробовали траву все сено не камильфо понятно траве травка слаще чё ну чё ребят когда все покормлены и мамочки в том числе можно приступать к следующей миссии которую конечно же мы покажем вам в общем ребят по магнитофону все окей нашли тот кабель который к усилителю на алиэкспресс 240 рублей через россию с 1000 рублей но через али оплата не проходит но не знаю муж как-то выкрутим ся возможно закажем через россию ну хотелось бы через усилитель шуба хала бухала все как положено то есть закачивается разные тут плеера новые лаунчеры али мой телефон то есть настроек куча возможностей куча можно смотреть фильмы клипы навигатор сказкам айфун осталось дело за малым единственное что смотрите когда он выключается оп вот такая дата и экран чуть подсвечивается в темноте вообще сильно видно поэтому сейчас включим просто останавливаем музыку отдергиваем шторку и выключаем экран все потому что в темноте много желающих будет позаимствовать магнитолку а так экран не светится все хорошо но других вариантов нет через замок зажигания он тогда выключается полностью когда его запускаешь он пока загрузится android это как телефон полностью выключаешь батарейку вынул ставил пока загрузка произойдет то есть не из режима ожидания полностью загрузка это долго нудно нафиг но что-то вон и не додумали ну и да и да ребят видели как он криво поставлен туда нужна рамка обрамления уже заказали ну пока придет пока будем ездить без рамки потом поставить рамки все вот эти щели она перекроет и все будет хорошо ну и провода провода посмотрим в принципе в принципе вот этот провод мог бы санек припаять прямо разобрать магнитолу там внутри припаять вот эти тюльпаны как положено но мы с ним уже разговаривали то есть это вышло 100 200 рублей не дорого но это такой колхоз лучше наверно купить и сделать как положено со штекером съемный ну это посмотрим опять же вариации есть самые различные если если вкратце вайфу нам довольны вот